В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Спасатели сдают кровь. Чем недовольны жители домов по улице Иржанова? Смотрите в репортаже Николая Кравца. Представители товарищества с ограниченной ответственностью Караганды Жарык отчитались перед общественностью города. В ночь с 7 на 8 марта в одном из ресторанов Караганды произошла массовая драка, после которой скончался 23-летний Чингис Жунусов. Его лучшие друзья и близкие до сих пор не верят, что парня больше нет в живых. В день убийства Чингис Жунусов вместе с друзьями отмечали праздник, после чего между мужчинами, которые находились в тот день в кафе, произошла массовая драка. По словам очевидцев, среди дерущихся были криминальные авторитеты. Чингиса доставили в больницу, где ему поставили диагноз – сокрытая черепно-мозговая травма. Но от госпитализации им Чингис отказался. В то, что сегодня Чингиса Жунусова нет в живых, его родственники и близкие до сих пор не верят. Его лучшие друзья говорят, что он был веселым и добрым товарищем. Летом он даже собирался жениться. На его личной странице в интернете не перестают появляться различные отклики и слова соболезнования. Николай Кровец, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Жильцы дома по улице Ержанова, 35, выражают свое недовольство. Сегодня спортивный клуб «Тулпар» использует свою спортивную площадку в качестве гостевой автостоянки. Из-за этого оказался закрытым проход, по которому раньше дети ходили в школу, а взрослые – на работу. В ситуации разбирался Николай Кровец. Жильцы дома по улице Ержанова, 35, больше не хотят молчать. Последней каплей для возмущения людей послужило то, что единственный проход с двух сторон закрыли забором. Мало того, что на спортплощадке клуба «Тулпар» теперь расположена автостоянка, сегодня люди даже не могут открыть форточки в своих квартирах. А ночью спать вообще невозможно. Машины постоянно сигналят. «Проблема в том, что перегородили проходы, к дому никак вообще не подойти, не проехать. Здесь, получается, дети разбивают носы, потому что сделали лестницу. Ну, вообще никак неудобно. Все выхлопные газы у нас в квартирах, в окнах, потому что мы не можем открыть ни форточки». По словам жителей, раньше сюда приходили дети из других дворов. Летом ребята играли в футбол, а зимой катались на льду. Однако нынешней зимой каток не заливали. Руководство спортивного клуба посчитало, что автостоянка важнее. Территорию рядом со спортивным комплексом зачастую бывают забиты припаркованными автомобилями спортсменов, зрителей и так далее, и самих жильцов. Для удобства жильцов, близлежащих, рядом находящихся домов, мини-футбольный клуб «Тулпар», спортивный комплекс «Тулпар» решил использовать свою собственную территорию, на которой летом проводятся тренировки команды, решили использовать как гостевую автостоянку. Вот от этой вот окна до вот этой стоянки машин, по вот этим нормам я могу вам их отдать. 10 метров, если на площадке находится 10 машин, если больше 11 машин, норма другая, от 20 до 40 метров. Вот это нормы градостроительства. Осенью прошлого года здесь была дорога, а через некоторое время появился забор. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации здесь не смогут оказать своевременную помощь. Теперь, чтобы отвезти ребенка в школу или в детский садик, людям приходится преодолевать большое расстояние. Для этого спортклуб «Тулпар» в помощь жильцам даже установил железную лестницу. Только от нее никому не стало легче. Наоборот, карагандинцы постоянно падают и травмируются. Вот ходим вот здесь через трубу, но это временно. И нам приходится вот или так вот обходить, в школу идти, или вот так вот. Там везде ветер, сквозняки. Люди тоже вот живут в тех домах, у них детей ходят сюда в садик. Постоянно ветер. То они тут раз пробежали и уже на месте. Теперь, получается, обходят черти знает где. Что нас это не устраивает. У нас нет ни детской площадки. Мы ходим, побираемся под чужим площадком и везде нам как бы уйдите к своим. А где у нас? У нас нет. Эту проблему должны решать сами жильцы вместе с КСК. Представитель «Тулпара» говорит, что автостоянка размещена тут временно и работает как гостевая. Она разгружает внутридворовые улицы во время проведения матчей. Когда закончится игровой сезон, спортивный клуб «Тулпар» сможет предоставить свое футбольное поле для мальчишек. Вот этот земельный участок, он принадлежит спортивному клубу «Тулпар». Вот. Это в кадастре есть. А с каким-то образом подчеркиваетесь? Ну, подождите. Дому 35 лет и всегда принадлежало дому. Вдруг стало ваше. Вот. Летом здесь эта площадка предназначена для занятий спортом. Наступает лето, она будет возобновлена и даже реконструирована. Есть план реконструкции. Так что в этом отношении вы можете не переживать. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Ужесточить ответственность физических лиц за незаконную сдачу в наем жилья намерено правительство Казахстана, сообщил во вторник на заседании правительства в Астане министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Ербулат Досаев, сообщило информационное агентство «Новости Казахстан». По словам Ербулата Досаева, в 2012 году вклад отрасли операций с недвижимым имуществом в теневой экономике составил почти 700 миллиардов тенге. Основными проявлениями теневой экономики в отрасли операций с недвижимым имуществом является неформальный сектор и скрытое оказание услуг в целях уклонения от налогов, в частности, сдача и аренда недвижимости. Предлагается законодательно ужесточить ответственность физических лиц, предоставляющих жилье в наем и получивших имущественный доход к уплате сумм индивидуального подоходного налога и постановке на регистрационный учет в налоговых органах, сказал министр. Он также потребовал ужесточить ответственность за стихийную торговлю в Казахстане. По информации Ербулата Досаева, сфера торговли вносит наибольший вклад в теневую экономику. Только за 2012 год было не учтено налоговыми органами 1335 миллиардов тенге. А законодательно ужесточить наказание за стихийную торговлю предлагает Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана. Такая мера будет способствовать выводу данного сектора из теневой экономики, уверены в ведомстве. Более 32 миллиардов тенге инвестиций будет израсходовано на техническую реконструкцию до 2015 года Товарищество с ограниченной ответственностью Караганды Жарык. Об этом говорилось на отчетной встрече представителей ТО Караганды Жарык с общественностью города. Публичные слушания естественного монополиста привлекли внимание горожан. Это естественно. Электроэнергией пользуются все. Только не надо путать и считать, что Караганды Жарык отвечает за все. Уличное освещение и внутридомовая разводка к этой организации отношения не имеет. Караганды Жарык является одной из крупнейших электропередающих организаций в карагандинском регионе. Осуществляет деятельность по передаче и распределению электроэнергии. Доля затрат составила... Сегодня количественный аспект работы переходит в качественный. На грантах предприятия учатся 18 будущих специалистов высшего и среднего звена. Работа по реализации инвестиционных программ идет с опережением графика. Также один из приоритетных направлений в сезонной программе является реконструкция распределительной сети 0,4 и 10 кг города Карагандар, которая направлена снижением средств нормативных потерь и разгрузку мощностей. Остаток ставлены работы для реконструкции распределительной сети. В 2013 году снижение средств на сумму 3,7 млрд. тенгер при плане 2,7 млрд. тенгер. Это 121%. И выполнена работа для реконструкции распределительной сети. Происходит стабильное снижение общих и сверхнормативных потерь электроэнергии. Этому способствует внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии, развитие радиорелейной и спутниковой связи. Уже установлено 187 тысяч приборов учета. Смонтировано 1157 абонентских комплексов для передачи информации на центральный сервер. В этом году работы по установке электронных приборов учета планируется закончить. Помимо нехватки средств на воплощение всего задуманного, существуют и еще проблемы. Я работал в этой системе с 2002 года и даже вот слышу две проблемы. Первый – это СК, которых очень мало, то есть непосредственно быть, не с кем работать. Второе – это бесплатная система. Если до 2011 года раздача мощности искусственно сдерживалась, из-за боязнь выхода из строя аппаратуры, то после реконструкции подстанций и строительства новых, сдерживание прекратится и предприниматели смогут расширять поле своей деятельности без серьезных рисков. Карагодинцами было задано множество вопросов. Один из них – о Каргайлинской линии, которая была построена по временной схеме еще при советской власти. Каждый год закладывается капитальный ремонт этой линии. Мы выполняем этот ремонт. Он, к сожалению, тот рекламный ремонт не компенсирует, не позволяет восстановить до первоначальных характеристик. И, как уже сказал, мы рассматривали возможность строительства новой линии. Она, к сожалению, 15 миллиардов по деньгам тянет. Поэтому пока возможности построить новую линию нет. Был задан еще ряд вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В одном из торговых домов города прошла встреча с предпринимателями. Мероприятие организовали Управление комитета по правовой статистике Карагандинской области совместно с прокуратурой и палатой предпринимателей. На встрече были разъяснены отдельные положения указа президента 27 февраля этого года о кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Предприниматели обсудили такой немаловажный вопрос о том, что со 2 апреля и до 1 января следующего года будет объявлен мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны центральных государственных и местных исполнительных органов. Также с 1 января 2015 года будет отменена практика плановых проверок в стране. А в случае проведения указанных проверок разъяснено о необходимости обращаться в органы прокуратуры. Встреча прошла для пользы дела бизнесменов. Сегодня мы здесь разъясняли эти требования, как вообще поступать предпринимателю, если их права будут нарушены. Участвовали представители национальной палаты, руководители департамента по ЧАЭС, по защите прав потребителей и налоговых органов, которые тоже по своей линии ответили на вопросы предпринимателя. На встрече было принято и решение о создании штаба по противодействию незаконных проверок. Амина Смакова, Габи Денгур Жбека, Бахтеор Аспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинские спасатели откликнулись на призыв врачей о сдаче донорской крови. Несмотря на то, что людей с благородной миссией с каждым днем становится все больше, необходимость в них тоже растет. Подробности в следующем сюжете. Спасатель Жаксыбек Искаков добровольно и безвозмездно отдает свою кровь нуждающимся людям. Сюда он приходит один раз в год. Сейчас специалисты Центра Крови подготавливают все необходимое для забора крови. По словам мужчины, самочувствие у него нормальное. В Центре Крови всегда много народа. Медицинское учреждение работает каждый день, кроме воскресенья. Сдавать кровь может только здоровый человек. Перед тем, как люди становятся донорами, они проходят специальную проверку на наличие различных болезней. Кровь может сдать любой здоровый человек, в 18 лет, до 60 лет, не имеющий хронических заболеваний и чувствуешь себя хорошо. Этот центр постоянно производит запас крови. В любую минуту она может понадобиться для жителей нашего города. На очередную акцию сегодня откликнулись 30 представителей ЧАЭС Карагандинской области. Сегодня личный состав оперативно-спасательного, трудно-спасательного департамента принимает участие в составе. Тоже 30 человек издают кровь. Практически все наши предназрения, войсковая часть по Шахтинске, которые распоряжаются, тоже ежегодно. Мы все принимаем активное участие в данной акции. Обратиться в центр и сдать кровь сегодня может любой желающий. Своим участием вы спасете человеческую жизнь. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Общественное объединение «Ангел Мой» из Тимиртау организовало праздник, на котором дети с ограниченными возможностями могли в торжественной обстановке поздравить своих мам с 8 марта. Они исполнили песни и читали стихи. О том, как проходил праздник, знает наш корреспондент. Очередной праздник для детей с особыми потребностями устроило общественное объединение «Ангел Мой» из Тимиртау. На этот раз его посвятили Международному женскому дню и приходу долгожданной весны. Это мероприятие доставило массу положительных эмоций детям и их родителям, а также предоставило возможность продемонстрировать свои таланты. Детям с ограниченными возможностями не так часто удается выбираться из дома и пообщаться со своими сверстниками. Каждое такое мероприятие оставляет надолго незабываемые впечатления и поселяет доброту в их сердца. А для родителей нет большей награды, чем искренний смех и радостный блеск в лозах детей. Мечта организатора праздника Фая Ашимова – стереть границы между здоровыми детьми и детей с инвалидностью. Сама женщина воспитывает внучку с диагнозом ДЦП, и она считает, что такие праздники делают маленьких ребят счастливыми. Они также играют, поют, стихи читают. То есть они себя чувствуют нормальными детьми. Мы хотим, и наше общественное влияние, мы все хотим и желаем, и также ко всем обращаемся, чтобы к нашим детям относились также к своим здоровым деткам, чтобы не стеснялись нас, чтобы мы не стеснялись нас, чтобы вы нас приняли таким, каким мы и есть. Благодаря неравнодушным людям из города Металургов, всем детям подарили мягкие игрушки и угостили вкусными сладостями. Николай Кровец, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Вот уже в пятый раз Караганду посещает ярмарка меда «Пасека Калашникова», где представлены лучшие сорта из Киргизии, Башкирии, России и Алтая. Натуральный мед без каких-либо добавок – лучший подарок по весне нашим землякам. О разновидностях сладкого продукта вы узнаете из следующего сюжета. На ярмарке были представлены больше 30 видов меда. Этот полезный продукт пользуется большой популярностью среди покупателей, так как является очень вкусным и в то же время полезным и лечебным. Мед обладает сильнейшими противовоспалительными действиями, лечит разные заболевания, рекомендуется при нервных расстройствах и сердечно-сосудистых патологиях. Ну а самое главное – укрепляет иммунную систему человека. С пергой мед – это самый лучший иммуностимулятор, самый лучший мед, то есть как бы он и отдельно принимается перга, а с медом он как бы двойное действие на организм, как бы лечебное свойство имеет. С прополиса мед очень хорошо для желудка, у кого язвенная железа, это болезнь для бронхита. Пасека Калашникова привезла мед самых разных сортов. Есть мед с прополисом, с кедровой жилицей, с цветочной пыльцой, с перегой и другие виды. Кстати, цена приемлемая, начиная от 1500 тенге за килограмм и выше. Вкус меда незабываемый. Чаще всего этот сладкий продукт востребован в весенний период, когда обостряются простудные заболевания. Именно в это время мед, как лечебный продукт, лучшее лекарство от любой болезни. Так, мне бы от простуды что-нибудь, я хочу предложить вам реповый мед и с прополисом. Очень эффективный. Хорошо, тогда я вас лучше не с репой, да? Здесь на ярмарке также на продажу выставлен большой ассортимент восточных сладостей. Рахат лукума, нуги и ассорти, которые отличаются уникальным вкусом. Также можно будет купить ягоды, фрукты, прозапас. То есть мед у нас идет от полутора тысячи и до восьми. Цены у нас не изменились. Действует акция. Килограмм меда покупаете, килограмм в подарок. Мы очень рады будем видеть вас в торговом доме Плаза на втором этаже. Бутик номер 204. С 10 до 7 возле пирамиды. Если хотите приобрести полезный продукт, подарком в придачу, то спешите в торговый дом Плаза. При покупке меда специалисты с удовольствием посоветуют и помогут сделать выбор. В общем, приходите и покупайте натуральный продукт для всей семьи. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахсер Успан, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волмстар. Редактор субтитров А.Семкин